Блэк Раша. Ну, я думаю, вы сами понимаете, к чему всё это сейчас придёт. Однако, сегодня у нас немного такая, знаете, другая новость из другого масштаба, хотя она немного, вот так, знаете, соприкасается с другими новостями, о которых я вам уже рассказывал, там, высказывал своё мнение авторитетное, неподкопное, и делал также остальные вещи. Однако, сегодня давайте перейдём к самой новости, чтобы долго, типа, не тянуть, не затягивать, и чтобы всё было, ну, нормально, более-менее, или ненормально вообще. Блэк Раша показали несколько новаций на проекте. Может быть, и новаций, может быть, там, знаете, у Ромки Злобина сломалась клавиатура, и буква И, она, типа, не печа, но новаций, новация. Есть вот такое, ну, наверное, слово, да, я не знаю, не буду спорить, ладно, новация на проекте, новые новации на проекте. В первую очередь, в глаза бросается новая графика, которая улучшена в разы. Также был показан новый функционал для автомобиля, а именно поворотники. Как вам? И тут, в минутном видеоролике, нам показывают, как человек сначала, там, знаете, подходит к своей машине, открывает её без команд, я бы даже сказал, наверное, без рук, потому что я не знаю, как всё это получается. Потом садится в машину, заводит её также, по-моему, без рук, и потом, в общем-то, закрывает машину без рук, едет, останавливается, включает поворотники, показывает нам то, как они работают, и, в целом, наверное, неплохо. Я вообще вот что хочу сказать, на Блэк Рэше какая-то очень жёсткая тема касательно ПДД, то есть ты проехал на красный свет, и, ну, просто какой-то ужас, и тебя оштрафовали. Я даже, я когда, вот, знаете, мой самповский мозг, когда всё это увидел, когда всё это осознал, я даже не мог понять, что это действительно так, что ты проезжая на красный свет, что светофоры синхронизированы, что нельзя вообще так делать, и то, что тебя оштрафуют сразу же. И понимаете, в чём дело? На Аризон РП, когда ты там превышаешь скорость, или как ты ещё вот это вот, нарушаешь ПДД, тебе штраф вот, то есть он сразу, вот, те деньги, на которые ты был оштрафован, они списываются с твоего баланса. Обычно это полторы тысячи вертов. И тут, то есть я, когда узнал, что нужно куда-то ехать, всё это оплачивать, я такой, типа, чё? Зачем так усложнять? Для чего? Я вообще ехал на мопеде. Может быть, вы меня будете штрафовать ещё за то, когда я просто бегу пешком? Чё? Вы серьёзно? В данном случае я офигевал настолько от всего этого, то есть при том даже найти, где оплатить все эти штрафы, я не мог. И, по-моему, я до сих пор не могу найти вот это, то есть это интуитивно непонятно. И я настолько от всего этого офигевал, что я до сих пор нахожусь в каком-то шоке, в каком-то вообще... Зачем это всё нужно? То есть я понимаю, криминальная Россия. Россия всё-таки, но она же... На то она и криминальная, чтобы вот эти вот все светофоры, вот эти вот все прочие штуки, чтобы их нарушать. Может быть, я не прав. Может быть, лыжи не едут. Но в целом, это же так. Зачем? Для чего? Я не понимаю. Я до сих пор не понимаю. Может быть, стоит это как-то убрать? Или хотя бы переработать эту систему, чтобы там человека не решали прав. Или чтобы вот эти вот все штрафы, они снимались в момент, когда ты вот это вот всё ПДД нарушил. Там либо с твоего банковского счёта, если у тебя там есть деньги, либо там вот с наличности на руках. То есть, ну, я не знаю, для чего всё это нужно. Или если у тебя нету ни там, ни там, то тебе выписывается, и ты потом приходишь, всё это оплачиваешь. То есть это моё мнение, как всё это должно работать. Но когда оно автоматически начисляется, и тебе нужно куда-то ехать, всё это оплачивать, иначе у тебя заберут права. Ну, я не знаю, чуваки. Как по мне, это какой-то излишний пред. И я бы понял, если бы всё это называлось, типа, BlackRush FullRP. А так как оно так не называется, то зачем? Для чего всё это делать? Я не понимаю. Вы серьёзно, чуваки? Зачем? Я не понимаю. Я не знаю. Однако, тут я, на моём канале уже много людей, они подписываются там, с роликов про BlackRush, некоторые там самперы отписываются, некоторые чуваки с BlackRush, они подписываются, и они мне в комментариях постоянно объясняют, да нет, да ты чё, да это не баг, да это фича, это всё-таки должно быть, да это всё нормально, это всё хорошо, это всё правильно. Скажите мне, уважаемые игроки BlackRush, которые там, возможно, на BlackRush пришли от меня, и там уже стали долларовыми миллионерами, миллиардерами, и всеми прочими чуваками, скажите мне, это нормально, вот то есть, вас всё это устраивает, это вас не бесит, то есть, я думаю, что игра, тем более, когда ты донатишь какие-то там туда деньги, всё круче делаешь, я подозреваю, что она должна приносить какое-то, ну, какое-то удовлетворение, возможно, может быть, я такой, знаете, старовер, и мне кажется, что игры должны приносить тебе комфорт, и тем более, если ты туда донатишь, но, я не знаю, как по мне, вот это вот, весь геморрой со штрафами, ну, это такое себе, а сейчас вот эти вот поворотники, представляете, что если вы там, допустим, куда-то повернули, и не включили поворотник, и за вами, допустим, ехали свидетели, то на вас там, на какой-то штраф накладывается, то есть, что, я надеюсь, я крайне надеюсь, что вот эта вот моя шизофреническая гипотеза, что она не воплотится в жизнь, и такого не будет, потому что, если будет нечто похожее, то, я не знаю, не надо, пусть поворотники будут для красоты, пусть они будут, те, кто захотят рпшить, там, что-то вот это вот, все прочее делать, пусть они всем этим занимаются, я нечто подобное делать не хочу, я не хочу рпшить, я не хочу, там, включать поворотники, я не хочу ехать, там, знаете, только на зеленый свет, я хочу делать то, что я хочу, вот, в игре, в которой я потенциально могу задонатить деньги, но, у меня такого не выходит, почему так происходит, лично, я не знаю, не понимаю, и мне кажется, что если бы этого не было, что если бы это как-то аказуально упростили, то всем бы от этого было только лучше, и хуже бы явно, ну, никому не было, никто бы не возражал в данном случае, как лично я думаю, но это опять же мое мнение, вы можете с ним либо соглашаться, либо не соглашаться, и разумеется, писать свое мнение в комментариях, я играл на проекте BlackRush, ссылка на скачивание лаунчера находится в описании, там же в описании находится мой никнейм, Данила КПРФ, там, и вот там же есть мой промокод, хэштег ZDS, вы можете его ввести, и, вот, там, получить много всяких разных вещей, на проекте BlackRush, и чтобы все у вас было хорошо, замечательно и круто, там промокод, со второго уровня, по-моему, действует, а мой никнейм вы можете ввести при регистрации, больше никогда не сможете, если пропустите и не ведете, в описании также есть ссылка на мой телеграм-канал, вы можете туда перейти, там, со всей этой информацией ознакомиться, там мы будем держать связь, на случай, если что-то случится, не дай бог, фу-фу, с ютубом, со ВКонтакте, и со всеми прочими соцсетями, поэтому, вот, заходите там, и всеми делами, вещами занимайтесь, подписывайтесь, там у нас есть чат, мы в нем общаемся, мы в нем делаем все прочие вещи, кто мы-то, в основном я, и люди иногда там что-то могут писать, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, и всем до свидания, увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что все это произойдет в 20.00, то есть в 8 часов вечера, или немного попозже, или немного пораньше, всем спасибо за просмотр, и всем, разумеется, до свидания, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok